Во время прогулки отвлекается на членов семьи. Как этого избежать, чтобы он шел рядом возле хозяина? Предложите, не пишите, пожалуйста, вопросы уже слетают. Не пишите, пожалуйста, пока ничего. Так, я не очень поняла вопрос. Смотрите, во-первых, чтобы собака шла всю прогулку рядом возле хозяина, надо было, наверное, заводить собаку лет 14, и тогда она будет идти спокойненько на поводочке. То есть все равно мы должны учитывать ее природные возможности, необходимости. То есть какое-то время собака идет на правильшем поводке, до какого-то места потом вы собаку отстегиваете, с ней играете, занимаете, бегаете, она спокойно нюхает, писает и все остальное. Что касается на членов семьи, есть упражнения дзен. Например, вы собаку очень мягко к себе возвращаете поводком, не рывком, вы очень мягко к себе собаку возвращаете и подкрепляете ее отсутствием натяжения поводка, похвалой и лакомствами. Провокации со стороны членов семьи могут быть пока очень мягкие. То есть, например, естественно, если собака еще не обученная, а вокруг бегают ваши дети, и собака очень переживает, то это шкала 10. Да, вам надо начать со шкалы 0, когда вы просто все вместе стоите. Потом кто-то отошел, а вы собаку очень мягко к себе возвращаете и подкрепляете ее поведение правильшим поводком, отсутствием давления ошейника, вашей похвалой и лакомствами. Вот примерно так. Тренируем это в течение одной минуты, а потом говорим собаке свободно, отпускаем ее двигаться, как она хочет, она двигается, как она хочет в течение одной минуты, потом опять в обратную сторону все то же самое. Опять мы ее подзываем, оставляем рядом с собой. Если она пытается уйти, мы говорим, не-не-не, мягко возвращаем поводком, подкрепляем голосом, лакомствами. Но при этом дети уже немножко двигаются, ну дети или другие члены семьи. И постепенно наращиваем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.